100 тысяч лет назад. Океаны разделяют материки, и ни одно животное не в силах преодолеть это препятствие. Препятствие позволило сформироваться нескольким замкнутым экосистемам, каждая со своими уникальной флорой и фауной. К этому времени наша планета прошла ряд циклов разогревания и охлаждения, и за последний миллион лет в среднем раз в 100 тысяч лет наступал ледниковый период. Но животные, несмотря на разнообразие, благополучно адаптировались и пережили все из них. Но в четвертичном периоде эры Кайнозоя наступает массовое вымирание наземных животных. От более ранних вымираний его отличало нескомпенсированное вымирание крупных травоядных и высокая скорость исчезновения видов по всему земному шару. В мире вымерло 177 известных науки видов наземных млекопитающих. Вымирание не затронуло мелкие виды, а также морских животных. В этот период не обнаружены каких-либо катастроф глобального масштаба, способных повсеместно уничтожить фауну. Но за период от 130 тысяч лет до 1000 лет до нашего времени в Африке вымерло 16% существовавших тогда видов мегафауны, в Азии 52%, в Европе 59%, в Австралии и Океане 71%, в Северной Америке 74%, в Южной Америке 82%. Всего за этот период на планете вымерло 65% известных науке видов мегафауны. Но что за библейский потоп уничтожил так много млекопитающих на всей планете? Что могло умертвить почти все виды животных с массой более тонны, переживших глобальные катастрофы и ледниковые периоды? Это вымирание началось в позднем плейстоцене 130 тысяч лет назад в Африке, затем в Австралии около 50 тысяч лет назад и в Америке 15 тысяч лет назад. Но наиболее быстрое вымирание видов происходит в Голоцене, начиная с 12 тысяч лет назад и ускоряется в настоящее время. Как вы могли догадаться, массовая гибель животных совпала по времени с расселением по планете человека разумного. След ноги первого человека на песчаном австралийском берегу тут же смыла волна. Однако, продвигаясь вглубь материка, пришельцы с каждым километром оставляли иной отпечаток, который уже было не вытравить ни воде, ни века. На пути им встречалось множество неведомых зверей, например, 200-килограммовый кенгуру ростом под два метра и сумчатый лев, размерами не уступавший современному тигру, крупнейшему хищнику этой новой земли. На деревьях сидели громадные коалы, а по равнинам носились табуны бескрылых птиц вдвое крупнее страуса. В высокой траве скользили ящерицы и змеи пятиметровой длины. В лесах рыскал гигантский депротодон, вомбат весом в две с половиной тонны. Все млекопитающие здесь были сумчатыми. Сумчатых в Африке и Азии почти не водилось, но в Австралии они господствовали безраздельно. Прошло несколько тысячелетий, и все это великолепие исчезло. Из 24 видов австралийских животных уцелел только один. После миллионов лет поступательного развития, экосистема Австралии стремительно и пугающе преобразилась. Колонизаторы Австралии располагали технологиями каменного века. Как же они ухитрились провоцировать экологическую катастрофу? Несмотря на свой огромный рост, депротодоны и другие гиганты Австралии оказались легкой добычей. В Африке и Азии различные виды людей жили и постепенно эволюционировали на протяжении двух миллионов лет. Они постепенно оттачивали свои навыки и лишь примерно 400 тысяч лет назад отважились напасть на крупных животных. И животные Африки и Азии имели достаточно времени, чтобы разобраться в человеческих хитростях и научиться избегать неприятностей. К тому времени, когда Homo sapiens превратился в главного хищника Азии и Африки, крупные звери уже знали, что от многих следует держаться подальше. Животные на горьком опыте усвоили, что человек на самом деле гораздо страшнее, чем он выглядит. На север Евразии, в Австралию и на американский континент попал уже человек современного типа, причем относительно недавно, и у многих крупных видов этих регионов не осталось возможности приспособиться к новому типу хищника, и они погибли. Сапиенсы, добравшиеся до Австралии, уже повсеместно применяли огонь. Столкнувшись с незнакомой, пугающей средой, люди стали намеренно выжигать непроходимые заросли и густые леса. Таким образом, за несколько тысячелетий люди изменили экологию огромных территорий Австралии. В пользу подобной гипотезы говорят ископаемые останки растений. 45 тысяч лет назад эвкалиптов в Австралии росло немного, но с появлением Homo sapiens эвкалипты распространились повсюду, вытесняя все прочие деревья и кусты. Такое изменение в составе флоры отразилось и на травоядных и на хищниках. Многие массово погибали, были разорваны основные пищевые цепочки, слабые их звенья уничтожены. Есть все основания полагать, что если бы Homo sapiens не отправился на юг, в Австралии и поныне водились бы сумчатые львы, депротодоны и гигантские кенгуру. Гибель австралийской мегафауны – первый заметный результат деятельности Homo sapiens на Земле. Следующей была экологическая катастрофа еще больших масштабов, на этот раз в Америке.